всем привет подписчики друзья отправляясь небольшое путешествие ну не так путешествие как больше рабочую командировку глухую германскую деревушку 200 километрах от муренберга не за и ребята как всегда очереди ну думаю минут 30 за 40 мы доберемся до стойки регистрации ну что вам сказать друзья все прошло достаточно быстро буквально минут 15-20 единственное что спросили вот такой вот желтый сертификат о вакцинации где я никто ничего вот так вот не спрашивал забрали багажик выдали посадочный талон смотреть что куда дальше по аэропорту прошел ребята авиационный контроль но единственное что немножко переживал у меня был с собой повар банк на 30 тысяч миллиампер часов большой такой же чтобы хватило ну никто даже не смотрел ничего в это неинтересно наконец-то ребят прошел все контроли и можно походить по аэропорту что-нибудь снять посмотреть что идете при смотрим чем нас тут кормят поют и вообще какие цены вкусняшек конечно много кстати скажу вам честно киевских duty free таких как жильяны борис паль одни из самых недорогих цены потому что поверьте если вы хотите что-то купить вкусненькое покупайте именно в киеве в мюнхене время это будет все реально дороже скажу вам парадокс итальянское вино в киевском duty free дешевле чем в италии не знаю почему так происходит но это так есть поэтому на любой выбор немножко пройдусь покажу вам что тут почем особенно поверьте если вы летите в египте берите все жильянах там это будет гораздо дороже выбор конечно очень хороший скажу вам так такое чувство что цены у нас застыли потому что то что продается сейчас по этим ценам и это помню где-то 2006 2007 году такие цены были в мюнхене или в милане ну и скажу девочкам покажу косметику жалко мая танюша тут рядышком нету она бы тоже с удовольствием тут не я думаю что она бы много чего накупила есть ланком есть что угодно на самом деле по крайней мере здесь вы можете быть уверены что это отличное качество будет ну конечно на шанель цены немножко кусаются ничего не скажу понятное дело что в париже на распродаже это можно купить дешевле но тут тоже неплохо что выживает сожаления пока месте еще не увидел никаких акций обычные стандартные цены есть новинки но может быть что-нибудь будет из живанши но в среднем на парфюмерию цены порядка 70 евро так вот в среднем от 50 до 85 ну берем так вот средние а здесь мечта всех женщин сумочки луи виттона не вижу ну кельвин кляйн есть так что цены реально хорошие и можно что-то найти пройдем дальше что у нас есть по различным напиткам хорошие вина чем хорошо дюйти фри тут по крайней мере можно можно быть уверенным что это будет нормальное качество а вот и акции долгожданные смотрите мартинке по семь евро джек дэнелс по двадцатки вот это уже интересно джемисон двадцать пять риски бальзам 8 ну риски бальзам даже можно конечно по таким ценам брать очень и очень приятные цены ну таки лап я сказал немножко дороговато ну в принципе так в одном деке при мы с вами попутешествовали пойдем походим дальше что мы где увидим интересно будет кстати посмотреть что у нас делается в барчике так а вот и барчик что вам ребят сказать если вы нервничаете если боитесь летать но можно реально немножко расслабиться по ценам у нас в принципе все достаточно доступно кофеек по пятьдесят ну скажу так дешевле дешевле чем вы бы кофе или пиво пили в том же мюнхене реально выбор хороший на любой вкус так а впереди у нас бог кафе зайдем конечно и туда уже так раз я тут чтоб вы знали как можно провести время в аэропорту не скажу что весело но скоротать какую-то минутку можно вок кафе тут уже можно закусить там в баре немножко расслабиться выпить а вок кафе немножко закусить посмотрим чем она нас побалует вот у нас и вок кафе различные снеки бутербродики и молочка шоколадки можно рассчитаться как наличкой так и карточкой можно купить водички кстати надо не забыть себе тоже на дороге купить водички потому что и будет хотеться при длительном перелете это точно сейчас этим и займусь взял ребят в воге томатный сок парочку бутылочек воды но все обошлось в 105 гривен по аэропортовским ценам вполне реально на дорожку взять учитывая что на контроль и безопасности больше чем 100 грамм вас не пропустят ну можно гулять дальше водичкой соком запахся пойдем по вроде не знаю с чем это конечно связано но пиво баночное достаточно дорогое вот баночка 0 5 17 15 львивского 2 евро хочешь не хочешь думай брать не брать что в принципе радует наши украинские товары вполне вполне приличные цены должен вам сказать то есть вся коллекция таврия по 5 евро водочка по 4 но скажу вам наш продукт неплох неплохо вот и любимая всеми наша машинская водичка что вам сказать друзья походил везде ничего интересного больше нету осталось только найти какое-то местечко присесть и спокойно расслабившись дать своего рейса у нас все интересное будет дальше по прилету даже друзья не поверите буквально час назад людей практически не было ну ближе к обеду все собираются скорее всего основные рейсы тут идут именно в обед пойду схожу к нашему гейту посмотрю может что-то уже написали объявили наш гейт на юренберг а третий который обещали ну пока мисс он еще полностью закрыт будем ждать дальше объявили ребят уже посадочку идем вставать в эту ленючую очередь в принципе чуть дольше чуть меньше все равно самолет без нас никуда не улетит так что встретимся с вами уже на немецкой земле ребят наконец-то на свежий воздух можно немножко вздохнуть потому что самое хуже всего это эти маски ну а мы садимся уже в автобусе и дальше двигаемся к самолету ну что друзья едем в путь в путь Продолжение следует... Не совсем понятно почему, но мы ездим кругами. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...